Итак, это анализ рынка. Сегодня 24 августа 2023 года. Время 7 часов 40 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в шикарном плюсе. Фьючерсы США есть в плюсе, не в микроплюсе. По инксу ММВБ сегодня ожидают продолжение снижения. Наш сценарий реализовал себя в пользу падения рынка. Гэп на уровне 3100 пунктов был закрыт вчера. Начну торговую сеть в связи с ситуацией с Пригожиным, с ситуацией, связанной в Тверской области. Толпа начала тупо скидывать свои позиции, тупо фиксировать все свои прибыли, убытки. Тем самым они загоняли вчера фьючерс на ММВБ, на нижней стоящей уровне в пользу отработки паттерна головой и плечи. Смотрите, я полагаю, такая динамика продолжится сегодня. Первая основная цель поддержки краткосрочной в районе 3080 пунктов. Надо четко понимать, что да, среднесрочный рынок перегрет. Да, и сейчас выходят всевозможные новости для того, чтобы тупо загонять рынок ниже. Да, то есть работать над сентиментом в пользу его продажи. Надо помнить, что крупные инвестбанки свои позиции аккуратненько по лонговым позам раздают, прибыль фиксируют за текущие 8 месяцев. Ну и, соответственно, они из этого свою прибыль забирают. Надо понимать еще, пожалуй, то, что паттерн головой и плечи имеет основание на уровне 2800 пунктов. И я убежден в одном, что эту формацию, этот паттерн необходимо полноценно отработать в пользу снижения к неистоящему уровню, а потом уже среднесрочно разворачиваться к уровню 3300-3500 пунктов. Поэтому повторюсь еще раз. Ожидая сегодня краткосрочное снижение по утру в район 3080-3090 пунктов, там можно постепенненько набирать краткосрочную лонговую позицию с целью отскока на диапазон примерно 3120-3130 пунктов, что я, в принципе, буду делать в рамках нашего веб-канала в Телеграме. Биржа ВИП, инвестиции и трейдинг. Далее я бы хотел озвучить пару мыслей касательно вчерашней ситуации, связанной со смертью Евгения Пригожина. Смотрите, я еще раз повторюсь, что рынок настолько перегрет, что любой негативный чих сейчас влияет на ход торгов. Вот хочу процитировать новость от издания ТАСС. В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров начался Евгений Пригожин. Индекс ММВБ уже вчера падал на уровень 3100 пунктов, попутно закрывая неистоящее гэпы. И, естественно, необходимо, я считаю, в среднем сроке в дальнейшем ожидать более глубокое снижение российского рынка акций в пользу снижения к уровню 2800 пунктов к 1,4 веера ГАНа для того, чтобы снять всю эту перегретость и, соответственно, для того, чтобы отработать данную информацию паттерн головы и плечи. Как оно будет по факту, время покажет. В любом случае, моя стратегия сейчас следующая. Я среднесрочно по яйцам по Газпрому держу и постепенно буду их наращивать по мере снижения рынка. Соответственно, если вдруг я тут окажусь неправ, у меня есть подушка безопасности. Например, рынок разворачивает вверх от уровня 3000 пунктов по ММВБ. У меня есть Газпром. То есть по мере роста рынка Газпром тоже будет расти. Поэтому я выигрыша буду в случае снижения рынка. Там буду покупать активно позиции по акциям, потому что я понимаю, что крупного обвала рынка не будет. Крупного крах рынка тоже не будет. Небольшая коррекция и не более. Но если я вдруг не окажусь, у меня есть подушка безопасности Газпром. Рынок будет расти, Газпром будет тоже расти. Все. Как говорится, так поступают грамотные управляющие активами. И что надо понимать? То, что пофигу на эти новости. Откровенно говоря, что там в СМИ происходит, что они озвучат, как они армагедонят. Важно учитывать то, что рынок, когда перегрет, и появляется ряд негативных новостей, которые давят котировки в обвал. А когда рынок недооценен, то выходит еще больше негативных новостей для того, чтобы толпа зашортила акции. Чтобы они впоследствии стали импульсом для роста. Я признаюсь, честно, новости давно уже не читаю. Даже когда я всякие отчетности, либо новостные сроки пишу, я всегда делаю приписку по типу того, что вы можете наблюдать здесь сейчас. Вот, например, графа итог. То есть я здесь озвучиваю конкретную мысль по отношению к новости. Потому что выходит дофига разных новостей, которые трактуют толпа по-своему, как они желают. А я их трактую так, как они в действительности звучат, так, как пытается передать автор публикации этой новости. Ну, например, там издание ТАСС или Ведомости, или коммерсант запостит ту или иную новость, они ее трактуют по-своему, то есть как она в реальности есть. Я вам просто, грубо говоря, пережевываю, перевожу на русский язык, что они имели в виду, в соответствии с макроэкономикой ситуации. И вот здесь я вам тоже перевел на русский язык вчерашнюю ситуацию. Рынок перегрет, рынок пытаются обвалить. Ну, очень крупно скорректировать простыми словами. И все идет в соответствии с теми математическими алгоритмами, которые я вам озвучил неоднократно по основам биржи торговли в бесплатных наших обучающих видеороликах на ютубе. Поэтому, да, рынок жду, повторюсь еще раз, пониже. Готов буду краткосрочные позиции покупать, среднесрочные позиции дальше наращивать. В большой обвал не верю, в крах рынка на 50% тоже не верю. Максимум мы уже, в принципе, скорректились в процентах на 7 в рынке, вот в среднесрочном максимуме. Простанов еще примерно на 5 скорректироваться, блин, было бы неплохо. В любом случае, по мере снижения, есть резон, так или иначе, позиции постепенно подкапливать, чтобы потом в процессе от них заработать. А все, что озвучивают в СМИ, это уже тупо инфошума, не более того. Далее, я по ромус хотел высказать с нашего публичного трейда в адрес рынка Драгопрометалловка. И, соответственно, трейд я опубликовал ранее здесь, на нашем телеграм-канале Биржевик Сырый рынок, где 28 347 подписчиков. Пост был от 14 августа, 10 дней назад. Вот рынок золота, о том, что находится на нижней грани боковика. Серебро на нижней грани боковика. И платина тоже на нижней грани боковика. Сейчас эти Драгопрометаллы начали активную фазу отскока. Золото уже по 1920, серебро по 24,50 почти. Платина по 940 и Палладии почти по 1300. В общем, в целом, лонговые позиции по данным металлам, в первую очередь, по Платине Палладию, я держу. Мои цели находятся среднесрочно повыше. Но я полагаю, что такое эфемерное понятие, как среднесрок, она себя уже отработает в ближайшем, может быть, неделю-две. В любом случае, верхней грани боковиков по этим металлам мы достигнем. Там я позиции свои буду лонговые закрывать. Соответственно, если у вас, не важно, фьючерсы или ОМС имеются на эти металлы, то, соответственно, по мировому уже их необходимо закрывать. Потому что здесь важно не пересидеть, не переждать, а именно вовремя закрыть. То есть, с точки А вы взяли, с точки Б закрываете. Если у вас жаба внутри квак, ты говоришь, что, мол, надо подождать, эту жабу себя вытравливаете и закрываете ту позицию, которая у вас имеется в моменте, вот тот плюс, который у вас есть в моменте. Потому что спекулянту никогда нельзя временить на рынке. А среди вас много спекулянтов. Я, например, говорю, по рынку тоже спекулянт. Поэтому лонг-позу держу пока и, соответственно, по мере просто этих металлов буду их активненько закрывать. Далее. Хотел обозвучить небольшой макроэкономический отчет. Вчера он вышел примерно где-то вечером про промышленную производство Российской Федерации по итогам июля. В общем и целом, Россия нарастила добычу угля, выпуск алюминия нарастила, производство СПГ тоже снизилось, добыча газа упала, производство золота снизилось, выпуск удобрений вырос, вырубка электронегии тоже выросла. В целом, все неплохо, это необходимо помнить. Но самое важное то, что, еще раз подчеркну, непосредственно президент России взялся за валютное регулирование, за валютный рынок. Это первый момент. Второй момент. Я вчера, в рамках нашего аудиоподкаста, на нашем телеграм-канале Биржевик Акция, озвучивал следующую мысль о том, на каких факторах доллар будет стоить по 120 рублей за единицу. Это будет в процессе после текущей фазы укрепления доллара. Там примерно через полтора года плюс-минус уже доллар, евро, юань, гонконгский бакс пойдет к далеким высшатающим уровням. Потому что экономическая ситуация вроде как и неплохая, но, черт возьми, я еще раз говорю, фундаментальные макроэкономические проблемы не решены. Что именно не решено? В первую очередь, развитие средних и малых предприятий, во-вторых, налоговое бремя на них. То есть, если мы говорим про фундаментальную перестройку экономики, необходимо расширять спектр ВВП, то есть тех отраслей, которые у него находятся, в пользу его дальнейшей диверсификации. Для этого необходима мягкая денежекретная политика и стимулирование экономики как такового. Такое ли будет в России, я в этом сомневаюсь. Поэтому, как сам процесс стимулирования, он здесь в принципе маловероятен, но хотелось надеяться на лучшее. Далее, что касается рынка акций Российской Федерации, я еще раз покажу следующую техническую картину. Во-первых, смотрите, имеется четко выраженный паттерн голова и плечи с основанием на уровне 2900-2850 пунктов. То же самое имеется и на фьючерсе ММВБ. Фьючерс на ММВБ вчера, в принципе, на этих новостях снижался к цели в район 311 тысяч пунктов. Сегодня по утре я ожидаю небольшого открытия индекса ММВБ к гэпам вниз, именно с часового графика, с четырех часовых графиков. И у нас снижение допустимо к уровню 3080 пунктов к уровню ЕМА-200. Поэтому от уровня ЕМА-200 в принципе есть резон набирать вот от этого уровня красной линии 3080 пунктов в краткосрочную лонговую позицию для того, чтобы отработать отскок индекса ММВ примерно на 1,5-2%. Какие акции в принципе резон набирать от этого уровня голубые фишки? Ну такие как Сбербанк, Распадска, Мечо, Газпром, Газпромнефть, Сургут, Нефтегаз, тот же самый Лукоя. Короче, все те бумаги, которые будут на краткосрочной дистанции времени, то есть в рамках часового графика, снижаться. И по мере этого снижения можно зафиксировать неплохую прибыль. Соответственно, что мы и делаем в рамках нашего вип-канала. То есть мы торгуем там почти на ежедневной основе, соответственно, удается такие движения в принципе половить в соответствии с теми обучающими видеороликами, которые я публикую в рамках основы биржевой торговли. Ну и в рамках тех более внутренних лайфхаков, которые я публикую на нашем также закрытом телеграм-канале биржи ВИП, инвестиции и трейдинг. Поэтому ожидаю локальное снижение ММВ вниз. Вот сюда. Тут я готов загружаться краткосрочными локальными позициями, голубыми фишками. И в пользу ходцов отрабатывать к уровню 3 пунктов по вееру ГАНа 3130 пунктов. Четко по веерам ГАНа, четко по уровню скользящих средних, четко по алгоритмам рынка. Поэтому в рамках такой стратегии я работаю уже много лет и она в принципе себя хорошо окупает. Что касается фьючерса ММВБ, здесь та же самая шляпа. Идем на снижение к уровню 308 925 пунктов. В альтернативе голубым фишкам можно рассмотреть, конечно, фьючерсы на ММВБ, на инкс ММВБ. От уровня 308 308 500 пунктов. То есть вот от этого диапазона, проще говоря, вот от этой большой проторгованной области. То есть она снизится, проторгуется, конвергенцию по RCI покажет и начнется процесс отскоков в район сопротивления 3 пунктов веерога на 316 тысяч пунктов. Поэтому в принципе фьючерс на ММВБ тоже можно рассмотреть. Далее, индекс РТС. Здесь необходимо чувствовать следующий фактор. То, что РТС у нас пойдет в коррекционное движение. Вчера в моменте отработал 1040 пунктов. Но ждем РТС пониже на факторе укрепления валюты в рынке. Ну, примерно в районе 1030-1020 пунктов. То же самое у нас ожидает и по фьючерс на РТС. То есть снижение вот сюда 102 тысячи пунктов. Тут мы отработаемся, проторгуемся. Даже по индексу РТС-16 проторгуемся. И потом пойдем выше уже на факторе дальнейшего падения валютного рынка. У нас среднесрочная цель по РТС находится в районе сопротивления 1,3 Веры Гана на уровне отработки свечного этого шипа в районе 1100 пунктов. Ну, если округлить. Поэтому к этому уровню будем лесенькой постепенно выходить вверх в рамках расширяющихся полос вееров Гана. Так что эти уровни у нас своего рода лесеньки, вееры Гана, по которым цена у нас торгуется. Поэтому падение, проторговочка и резкий вынос вверх. В общем и целом, у кого имеется даже среднесрочная поза по РТС, блин, если вы их набираете, соответственно, нашим прогнозам, вот здесь вот на уровне 990-995 пунктов, в принципе, есть резон пока держать дальше РТС. в пользу дальнейшего роста. Далее, валютный рынок. Просмотрим пары доллар, евро, юань и гонконгский доллар. Смотрите, сейчас на USDT, на криптовалютном рынке, 1 доллар стоит в районе 96-97 рублей. Я еще раз повторю, что высшитающую цель в районе 95,5 необходимо отработать. Отработав эту высшитающую цель в районе 95,5-96, мы отправимся ниже на уровень 90, к уровню 1,3 веерогана. Это первое, второе, по евро. Та же самая ситуация, отработав высшитающую цель в районе 104, что мы сейчас делаем. Отправимся вниз, потом на отработку ниже, точнее уровень веерогана. По юаню, отработав уровень 13,20 рублей, отправимся вниз на отработку уровня веерогана 1,3 в район 12,35. По гонконгскому баксу то же самое. Скоро отправимся вниз на отработку веерогана в район 11 рублей. В общем и целом, валютный рынок торговец пока в соответствии с нашими ожиданиями. Ждем локального отскока и дальше погружения вниз. Так что цели ниже остались. Соответственно, по мере этого ценового отката у нас по валютный рынок индекс РТС тоже будет расти. В общем, пока такая стратегия. Далее, что касается индекса S&P 500. Здесь картина прежняя. Идем на отработку высшитающего уровня 4,480, 4,500 пунктов. В соответствии с тем, что я ранее озвучил на анализе рынка. В соответствии с тем, что я озвучил на обзоре МВБ на неделю. То, что было в воскресенье. И в соответствии с тем, что я расписывал на нашем телеграм-канале группе ВКонтакте и НСН мысли про S&P. И смотрите, здесь в чем суть. Мною, конечно, Армагеддон, что мы в S&P сейчас возьмем и обвалимся. Будет конец, будет крах. Я вам так скажу, что пока индекс бакса продолжает свое шествие вниз. А он уже готов, хорошенько-то готов развернуться вниз к уровню 1,4-1,8 виригана в район 101 пункта и в район 100 пунктов. Даже в районе 99 пунктов. У нас будет тотальный рискон на рынке США, на рынке криптовалют, на рынке драгметаллов. То есть, крипта будут расти, металлы будут расти, американские рынки будут расти. Поэтому индекс бакса будет обваливаться дальше-ниже от текущих уровней. И, соответственно, по S&P у нас будет малоносный вынос на уровень 4600. Это такая эфемерно-среднесрочная цель. Почему эфемерно-среднесрочная цель? Потому что эта цель может работать через неделю уже. То есть, средний срок, мы с вами понимаем, например, месяц, два, три для большинства. Но почему этим пониманием хорошо оперировать? Потому что, блин, сроков никто не знает. Есть конечная цель, но сроки херово знает, какие будут. Поэтому я и озвучиваю слово средний срок. Потому что это может быть через неделю, может быть через месяц. Но цель у нас выше есть. Вот первая цель стратегическая 4525, вторая 4615 пунктов. Что касается рынка драгопрометаллов, я вам уже сказал в начале видеоролика о том, что наш прогноз в определенной степени забывается. По золоту идем на район верхней границы сопротивления 1990 пунктов. По серебру почти дальше на верхней границы сопротивления боковика 25,5. По платине идем выше на 1140. По палладию идем на уровень, ну, примерно, 1420. Еще раз повторюсь, что ланги по платине, палладию я держу. Если у вас тоже есть, я серьезно держать дальше. Почему? Потому что цели выше. Вот. Так что, в принципе, мои позиции на ОМС, обезличенном металлсчете, здесь открыты. Поэтому жду дальнейшего восхождения этих металлов к высшестоящим уровням. Что касается рынка нефти. Ну, с точки зрения макроэкономики, я мысли своей озвучил во вчерашнем обзоре рынка. Про то, что не в принципе, сейчас глубоко падать не будет. И, соответственно, ждем проторговки уровня свечного шипа 82 доллара за баррель. И дальше непосредственно разворота вверх к сопротивлению 1,3 ГАНА 85 и к высшестоящему линейной поддержке 86-87. В принципе, цели выше остались. И эти цели, по мере отработки не считающихся значимых шипа, мы будем отрабатывать по природному газу. Здесь идем четко в рамках нашего анализа. Я много раз говорил про сокрайный уровень 2,40. От уровня 2,40, дефис 2,35 я готов набирать лонговую позицию по газу с целью выхода цены вверх на сопротивление 2,62, ну и вероятно 2,85. То есть, может поймать, в принципе, кратный вынос и во фьючерсовом контракте, и непосредственно позицию потом по мере этого роста раздавать. В общем, жду пониже, готов лонговать и целями повыше. Что касается криптовалютного рынка, здесь картина следующая. По крипте, смотрите, у нас сейчас идет плановая коррекция индекса доллара. То есть, чем будет ниже индекс доллара, тем будут выше цены на драгопрометаллы, выше цены на сырьевые товары на рынок США. Вот тоже там будет рост цен на биткоин. У него первая цель по биткоину в районе 28100 долларов, вторая цель 30 тысяч долларов. Я об этом инструменте много раз писал в рамках нашего веб-канала. Там постепенненько позиции набираются по этому криптовалютному инструменту биткоину. И с целями повыше 28 тысяч 29-30 тысяч долларов. Ну, в принципе, удастся заработать здесь где-нибудь, допустим, 6-7% от курса стоимости. Я уже готов буду позиции полностью перекрывать, в полной мере. До тех пор, пока надо ждать. Да, вот тут надо пробить, видите ли, уровень ЕМА 9 сейчас, 26800. Пробить ЕМА 200. И вот после пробоих этих уровней, опять же, по мере коррекции на сып-бакса, мы будем ходить вот сюда. На этот эшелон. В принципе, да та же самая ситуация по эфирам наблюдается. У нас цель вот сюда вообще выхода на 1800. Так что, по мере движения цены вверх, есть резон эти позиции постепенненько закрывать. У кого они сейчас находятся в лонгах. Поэтому цели здесь локально, краткосрочно находятся выше текущих уровней. Что могу еще сказать? Могу озвучить конкретику по позициям своим, по среднесрочным позициям Газпрома. Я скажу так, что, да и вообще, я считаю, лучше начать с открытых моих позиций по рынку акций ИРФ. Там вообще по широкому рынку. Ну, ОФЗ-29 у меня все еще находится в рамках нашего веб-канала. 2107 тоже пока еще находится. Скоро будем получать по ним купон через полторы недели. Платина в лонге. Палладий в лонге. МТС в лонге. Газпром в лонге. Ну, по факту, это такие среднесрочные позиции, какие я держу на случай дальнейшего выноса рынка. В принципе, повторюсь, если вдруг рынок пойдет на отработку паттерна головой и плечи, то, соответственно, есть резон эти позиции докупать. И, помимо прочего, докупать новые еще бумаги. Потому что рынок в такой ситуации будет потом разворачиваться вверх. И, соответственно, в этом выносе можно будет отлагать неплохие бабки заработать. Так что, в принципе, пока картина прежняя по этим позициям. Давайте перейдем уже на технический анализ те бумаги, какие у меня сейчас имеются в лонгах. Вот. Что касается акций Газпрома. Что касается акций Газпрома. У нас имеется пока еще не сходящий тренд. Скоро будем проламывать вверх. Соответственно, имеется боковик. Верхняя граница 183. Нижняя граница 151. По мере коррекции рынка, на что я, в принципе, очень сильно надеюсь, да, Газпром снизится. Кур ниже границы боковика. 1,8 вверга, например, 155-160. Готов ли я там докупать? Я его там буду Ахабом покупать. Я его буду очень много Газпром покупать. Ахабомент Газпрома находится примерно на 2,5% от всего общего капитала. Мало-мало. Но все же что-то да и есть. Поэтому по Газпром, по каждой проторговой, чем-то недельным графиком, с дальнейшим выходом вверх на закрытие ГЭП, уровень ЕМА-210 рублей за акцию. Что касается МТС, здесь картина пока еще прежняя. Бумага пока особо рынку не интересна. Но это, опять же, до поры до времени. Цели выше остаются. 3,5% от всего бреда критики ГЭПа 346 рублей в том числе. Что касается Телекома, вчера вот вышла такая интересная новость. Сейчас я ее озвучу. Операторы связи наращивают выручку, снижая инвестиции в сети. Российские операторы связи закончили второй квартал с ростом выручки и чистой прибыли, что, по мнению аналитиков, было обусловлено преимущественно повышением цен на базовые услуги связи. При этом кредит нагрузки операторов на фоне роста процентных ставок увеличивается, а капитальные затраты на строительство сети у участников рынка снижаются. А основные закупки были совершены в 1.5% 2022 года, когда на рынке еще было доступно зарубежное оборудование. Короче говоря, сейчас компании Телекомы, такие как МТС, Ростелеком, Билайн, Мегафон, Теледва, региональные операторы российские, они будут жертвовать качеством связи для того, чтобы в процессе наращивать свою выручку. То есть они не будут большие бабки инвестировать в свои сети, в свою модернизацию. Со временем эта недоинвестиция, она скажется на рынке связи. То есть она скажется в пользу ухудшения связи. Это надо понимать. И это ни хрена не нормальное решение. Почему? Потому что оборудование, в принципе, есть резон покупать у китайцев. Оно бушное, но есть резон, потому что у нас есть очень хороший товарищ, это, скажем, знакомый, который держит при себе одну региональную сеть телекомовскую. Они закупают сейчас активно оборудование у китайцев. Почему это не может делать МТС, хер его знает. Почему это не делает в мае своей Ростелеком, не понимаю. Но если у региональных участников рынка связи удается такую инициативу проворачивать, значит, у крупных корпораций уже это может получиться. Это надо понимать. Поэтому нужны инвестиции в связь, нужны инвестиции также в свои инвестпроекты. То, что вчера сказали нам компании телекомы, ну, это пипец в высшей степени. Вот. И, соответственно, если говорить про среднесрочно-длагосрочное, мои ожидания, то если у них эта инициатива будет продолжаться дальше, если они будут жертвовать качеством связи, то есть жертвовать инвестициями в эти вложения, в связь, то, блин, в процессе потом у нас появятся новые участники рынка, которые будут прислать альтернативные услуги. Это надо учитывать. И такие компании, как МТС, Ростелеком, Билайн, они будут ходить уже на второй план. То есть олигополии, они замещаются другими олигополиями в процессе. Так было по истории всегда. То есть, в какой он придет, потом Ростелеком на рынок, и все спылесосит здесь. А Ростелеком – это государственная компания. Из олигополии все пройдется потом в монополию. Все. Вот к этому мы, как говорится, медленно и верно идем. Поэтому поговорим, что будет у нас в рамках хотя бы года двух в этом секторе телекомов. В любом случае, по МТС ожидания прежней, чисто спекулятивные. Выход на 315-320 рублей, дальше я лонг-позицию буду по ней закрывать. Потому что бумага, она, откровенно говоря, пока рынку нахер неинтересна, она и потом будет нахер неинтересна. Тупо наращивать выручку, показывать такую эффективную отчетность, что мы его посмотреть. У нас там выручка растет, прибыль растет, там валовая прибыль тоже растет, все отлично. Отлично на бумаге. Но по факту, вот эти среднесрочные инициативы, они потом херово скажутся на отчетности компании. Потому что клиенты будут убывать. А вы, сука, на клиентах строите свой бизнес. Вот о чем речь. В общем, инициатива максимально говеная, то, что мы вчера озвучили. Что будет по факту, херово знает. В любом случае, акции телекомов брать на дальнюю перспективу, типа долгосрочный, долгосрочный, это неправильно. Вот то, что нам говорят, мол, квази-облигации МТС, мол, торгуются всю жизнь почти в боковике, ну, так оно по факту, из 2003 года, и дает нам доходность в районе 10-11% годовых. Пока дает, надо понимать, пока дает эту доходность. Пока. А потом, когда время придет, она не будет такую доходность сдавать. Потому что нужны, еще раз, инвестиции в сети связей. Инвестиции, Роскапзатрат, Капекса, чего, в принципе, эти сволочи делать не собираются теперь. И это хреново. Еще раз, это хреново. Максимально. В общем, смотрим по ситуации. Я вам сейчас трактую эту новость ровно в том плане, в каком она проявляется из уст того издания, которое публиковало. Это был издание «Коммерсант». Я вам сейчас разложил максимальную макроэкономическую и фундаментальную связь в рамках рынка телекомов. В общем, хреново. Негативно. Далее, компания «Транснефть». По «Транснефти» картина следующая. Я ранее публиковал свои ожидания. 26 выявили по «Транснефти». То, что будет снижение наверно 116 тысяч рублей. Затем, еще один пост о том, что со 116 тысяч рублей у нас будет лонговая область. Ну и, соответственно, «Транснефть» у нас от уровня 116 тысяч рублей пошла в вынос. У нас цель по «Транснефти» в районе 122 500 и 127 тысяч рублей на передгэп. У кого имеется лонгпоза, еще раз повторюсь, что 127 тысяч пока же там 127 500, условно говоря, на передгэпе. В принципе, можете позицию продавать. В принципе. Так что особо тут аналог задерживаться, я считаю, смысла нет никакого. Просто вы считаете, что цели есть. Ждем их отработку. Ну и что касается компании «Черкизо», тоже я вчера Теханалис по ней публиковал. У нас цена в треугольнике, верхней грани сопротивлениями цифровой отработки действующих шипов. Первая цель 4300, вторая 4600, третья 5000. Я вам так скажу, фундаментально в «Черкизо» все охрененно. Они поставляют свою мясную продукцию китайцам, которые потребляют ее в заглот. Это знаю уже из первых уст. И прибыль компании, маржа в компании галлопирующей растет, что непосредственно потом скажется на дивидендной ее политике. Поэтому даже если какие-то коррекции по «Черкизову» будут вдруг, то эта хрень полная. То есть, локально, пусть даже снизится, там при желании можно еще позиции подкупить, с целью вышла, чем 4300, 4600, там 5000 рублей. Отработка вот этих свечных шипов, какие рынок оставил. А эти свечные шипы, рынок он с удовольствием чуть попозже отработает. Поэтому да, эта идея среднесрочных, то же самое, что и с транснефтью. И тут надо запасить терпением, договориться с отработкой вышестоящих уровней. В общем и целом, подводя итоги анализа рынка на 24 августа, я вам скажу одну дельную мысль. Поступайте как грамоту, управляющую активами. Если у вас среднесрочная поза есть, держите их дальше. Потому что если вдруг, вот сейчас та самая реперная точка, когда рынок может пойти как вверх, в выносе шартов, а шартов в рынке дохрена еще осталось, так и вниз. На доработку 1,4 Вера Гана 2800 пунктов. Как будет по факту, честно скажу, я не знаю. Поэтому я страхуюсь на двойной основе. Среднесрочные позы есть. Если рынок пойдет выше, я на них заработаю. Хорошо заработаю. Если, допустим, рынок пойдет вниз, среднесрочная поза буду активно, экстренно докупать в массе своей, особенно Газпром. Покупать буду новые позиции акций Российской Федерации на их дальнейший отскок. Поэтому лучше поступать именно так, чем вообще оставаться без ничего. Потому что глубокой коррекции в рынке вы не дождетесь, ее не будет. Краха рынка не будет, обвал рынка не будет. Цель ММВБ это 4 тысячи, 5 тысяч пунктов в примерно на горизонте 2-3 лет. И мы к этим целям будем идти. Это уровень магнита, который к себе замагничивает цену. И расти будут в первую очередь голубые фишки Российской Федерации, такие как Газпром, Забербанк, Лукойл, Роснефть, Отнефть, Рутимиказ, Газпром, Нефть и прочие в этом духе акции. Акции в том числе и сельхозкомпании типа Фусагру, Акрон, Черкизова, акции компаний металлургические и прочие в этом духе. В общем, широкий рынок будет расти и загонять МВВ в пользу дальнейшего роста. Поэтому среднесрочную позу надо держать дальше, я считаю. И, соответственно, быть готовым к тому, быть готовым к тому, что прибыль придется фиксировать выше. Но, опять же, повторюсь, если будет коррекция рынка, можно все это брать, докупать, покупать. Сейчас лучше занимать такую позицию, то есть buy and hold, то есть купи и держи. Вот. И помните, что, повторюсь еще раз, глубокой коррекции в рынке я не ожидаю. Потому что и так мы уже на 6-7% упали, еще процентов 5 допадать, все, разворотный реперный уровень у нас будет иметься с целью дальнейшего выноска к уровню МВВ 3000 пунктов, 3300-3500 пунктов. В общем, картина пока подобная. Мою стратегию вы узнали, логику услышали и работаем в рамках того направления, которое я сейчас озвучил. Я же вам рекомендую подписаться на все наши медиасточки, они находятся в описании под каждым видеороликом. Первый пункт биржевикбот, наш официальный телеграм-рубот для входа в платный вип-канал, вип-клуб по тренингу инвестициям. Проводим прямые эфиры каждый день, публикуем огромное количество обучающих постов, огромное количество лайфхаков по рынку, торгуем вместе, отвечаем на любые вопросы. Все свои сделки я публикую в первую очередь именно там. Далее у нас имеются публичные ресурсы, телеграм-каналы, пункты про рынок акций, б. про сырьевой рынок, в. про облигации, к. про банковский сектор. У нас также имеются контакт группы, Янек Зен и Рутюб канал. Поэтому на эти медиаресурсы вам рекомендустателем подписаться, информация, которая выходит там, задержка во время поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотной стратегии нашей главной союзники. На этом все. Всего вам доброго, удачи торгов, до свидания. Продолжение следует...